Что означает здесь слова Иисуса Христа О боязни того, кто может и душу, и тело погубить в гиене Противником Бога является сатана И он обольщает человека Внушает ему мысли служить не Богу, а идолам И Иисус Христос, когда говорит Бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить Не имеет в виду сатана Сатана, как говорили святые отцы, пугает, но силы не имеет И когда христиане начинают бояться сатану и тех, кто ему служит Можно часто видеть в храме, как люди, одержимые такой боязнью Всех перекрещивают И особенно если есть мнительность людей Говорят, это колдунь, этот колдун И тогда тот человек, который приближается к молящемуся Уже вызывает у него такой панический страх И он начинает все перекрещивать Так вот, это не вера Это карикатура на веру И это бессилие И Господь хочет, чтобы мы боялись не этого противника А что должны бояться ученики и мы с вами Что убивает нашу душу и тело Что может погубить их и вернуть киену Это грех Соизволение на зло Дает свободные воли человека И поэтому нужно бояться этого Соизволение на грех Соизволение на то, что может увести нас от Бога И Иисус Христос хочет, чтобы его ученики имели к нему такое доверие Которое бы покрыло все их нервыщие Если ученики видят в своих учителях силу божественную Любовь, которую зло преобразить То они не должны ничего бояться Кроме своей воли человеческой Которое сладкое бывает И потом горькое Боди, которое делает неправильный выбор И уводит нас в мир всей природной И перекрывает нам общение с Богом И когда мы находимся в постоянном общении с Богом Когда мы стараемся предстоять перед Ним С натеждой и упованием на Него То мы сильны И мы сильны не своей силой А силой того, кому мы не препятствуем быть в нас И когда будет такое стояние пред Богом Тогда и не будет страха И тогда проповедь, которой призваны были апостолы Будет иметь силу И их служение, милосердие Будет удачным Иисус Христос просит подражать Его жизни И всегда смотреть на Него И в этом предстоянии Почерпать силу И если не будет этого предстояния Не может быть истинного слушания И истинной проповеди Всегда ученик должен Во всех затруднительных случаях В своей жизни Ученик Христа Поставить простой вопрос Как поступил бы Иисус Христос в этом случае И одобрит Он это, благословит Он Можно ли это преподнести Что я хочу сотворить Сделать как дар Богу Поскольку учитель совершенный То такое рассуждение И такое рассмотрение Предстоящего дела Оно будет безошибочным Результат это, вернее, рассмотрение Будет безошибочным Ибо, когда мы смотрим На все Что происходит в нашей жизни И в мире Глазами Христа Наши поступки Наши действия Совершаются В Духе Святом И наши поступки Лишены Примеси Зла И Господь Иисус Христос Будучи Совершенным Учителем Призвал Своих учеников И всех нас Быть совершенными То есть Стремиться К тому Чтобы Постоянно уклоняться От зла И Всегда Стоять В любви Насколько-то Возможно Каждому из нас Аминь Насколько-то Насколько-то Субтитры создавал DimaTorzok